Единственный в своем роде образовательно-развивающий центр «Антошка» открылся в столице Белгородской области. Комплекс, в который он входит, стал самым крупным в городе. Здесь одновременно могут заниматься 950 детей. Аналогов поместимости в Белгороде пока нет. Дети для нас главное. Мы очень хотим, чтобы Белгородская область развивалась, чтобы слышен был детский смех, поэтому должны строиться, ремонтироваться детские сады, школы. Мы немножко еще заложили денег на благоустройство территории. Надеюсь, что в течение двух-трех месяцев мы благоустройство завершим. «Антошка» строился за счет средств федерального бюджета в рамках программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь скомплектовался такой коллектив, который позволит все то, что сделали строители, инженеры, сделать удобным и комфортным для детей. Центр поможет раскрыть таланты юных белгородцев. В первый месяц дети смогут понять и выбрать, к чему действительно у них лежит душа. В течение месяца он будет ходить по всем, выберет то, что он может, то, что ему интересно. А выбрать есть из чего. От уже привычных рисований и танцев до проектирования на 3D-принтере и создания собственных мультфильмов. Центр рассчитан так, чтобы ребенок любой зашел к нам и уже специалисты определяют, какие услуги ребенок может посещать. Это как дети с ограниченными возможностями здоровья, так и обычные дети, в том числе и одаренные. В развивающем центре создали все условия для индивидуального сопровождения детей. В комплексе оборудованы спортивные и музыкальные залы, сенсорная комната, кабинеты для изучения иностранных языков. Работают психологи, специалисты-дефектологи и логопеды. Это интерактивное зеркало для учителя логопеда, с помощью которого автоматизировано составится звук и речи ребенка. В центре могут заниматься дети в возрасте от 5 до 12 лет. Занятия проходят по четырем основным направлениям – инженерно-техническое, физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое и социально-педагогическое. Особое внимание уделяется безопасности детей. По всему периметру работает система видеонаблюдения, а на входе установлен современный пульт охраны и турникеты. Мы очень надеемся, что здесь будет излюбленное место для жителей города, потому что есть открытая эстрада, будет возможность вечером приходить сюда, смотреть фильмы, концерты будут проходить, как только будут сняты ограничения. Администрация центра приглашает на занятия всех желающих и очень надеется на бережные отношения и помощь в виде советов и пожеланий. Пусть для детей живет наш сад, луча добра и смеха. Анастасия Логвинова, Дмитрий Ерема, Белгород Медиа.